Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Ковалева Надежда Александровна. По образованию я учитель начальных классов, учитель-логопед. Также дополнительно обучалась по таким дисциплинам, как основы нейропсихологии, подготовка к школе с нейропсихологическим подходом, освоила методику Бильгоу, изучила множество литературы на тему нейрокоррекции и активно внедряю все свои знания в работу. У меня есть свой развивающий центр, в котором я ежедневно провожу занятия как с дошкольниками, так и с детьми старше. На своем опыте вижу, как нейропсихологический подход позволяет детям с трудностями в обучении постепенно и мягко корректировать дефициты в развитии, а детям нормы достигать прекрасных результатов. Чем же отличается нейропсихологическая подготовка к школе от обычной? Прежде всего, при нейроподходе делается акцент на связи между психическими функциями ребенка, такими как речь, внимание, мышление, память и отделами головного мозга. Часто бывает, что первоклассник, вроде бы хорошо подготовленный к школе, с высоким уровнем интеллекта, умеющий читать, писать, считать, но вдруг начинает испытывать трудности в обучении, быстро утомляется, не справляется с заданиями, плохо запоминает и усваивает информацию, не усидчив, часто отвлекается. Или могут быть нарушения в социальном плане, например, замкнутость, трудности в общении или наоборот, гиперактивность и девиантное поведение. Как правило, это происходит в результате того, что в раннем возрасте взрослыми был сделан акцент на формировании учебных навыков, а не на развитии высших психических функций. Современная индустрия раннего развития предполагает, что чем раньше разовьется ребенок, тем лучше, потому что это откроет ему дверь в успешное будущее. При этом важно, чтобы результат развития был зримым, желательно буквально измеримым, а значит нужно учить ребенка тому, что легко показать, читать, считать, писать, выдавать интересные факты. Развитие осязаемых навыков становится главной целью родителей. Они начинают учить ребенка буквально с пеленок тому, что, как предполагается, должно открыть ему дорогу к успеху. Такие родители, стараясь вырастить из своего ребенка вундеркинда, заменяют психическое развитие преждевременным обучением чтению, письму, счету, стимулируя развитие левого полушария. Да и программы детского сада предполагают интенсивное развитие логики, анализа, за что ответственно также левое полушарие. Такой ребенок в будущем на фоне высоких достижений, например, в области геологии или астрономии, продемонстрирует отсутствие элементарных знаний, а также несформированность бытовых навыков, не сможет завязать шнурки или застегнуть пуговицы, нарезать хлеб. Для ребенка одинаково нежелательно как слишком раннее, так и слишком позднее психическое развитие. Нормальное развитие должно пройти в определенном возрасте, по принципу не раньше и не позднее. Энергетическое обеспечение мозга на каждом возрастном этапе имеет ограничения, поэтому для развития психических функций эволюции заложены определенные сроки, которые невозможно изменить волевым решением родителей, учителей или воспитателей. Реакция на раннее начало обучения бывает отсроченной и в дальнейшем проявляется в эмоционально-личностных нарушениях, склонности к частым респираторным заболеваниям, аллергическим реакциям, логоневрозе, дезортрии, тиках, навязчивых движениях и т.д. Эти проблемы можно максимально сгладить или вовсе избежать, если при подготовке к школе делать акцент не только и не столько на развитии навыков письма, чтения и счета, а по большей части на формирование базисных составляющих этих сложных видов деятельности, с учетом неравномерности развития функциональных отделов головного мозга ребенка. При таком подходе будущий школьник легко и без лишнего напряжения освоит письмо, чтение и счет. И напротив, раннее перенасыщение мозга ребенка из лишней информации приводит к формированию минимальных мозговых дисфункций, когда один участок мозга развивается быстрее за счет другого. Это и приводит к дальнейшим проблемам в эмоциональной сфере, рассеянности, плохой памяти и как итог неуспешности в обучении. Так как же правильно развивать ребенка, не вредя ему? Развитие человека начинается с момента его зачатия и проходит наиболее активную фазу вплоть до 9 лет. В это время каждая высшая психическая функция ребенка проходит в определенной схеме развития. Срок перехода от одного этапа развития к следующему ограничен объективными законами, что необходимо учитывать, требуя от ребенка выполнения определенных задач. Если задача, предлагаемая ребенку, опережает его психическое развитие, происходит энергетическое обградывание мозга. Допустим, систематическое формирование у ребенка учебных навыков до 6-летнего возраста отнимает энергию мозга у той функции, которая в это время должна активно развиваться. Например, пространственных представлений, недоразвитие которых, в свою очередь, может привести к неуспеваемости по многим предметам в школе. Например, по геометрии, физике, литературе. Только представьте, стараясь научить ребенка читать и писать как можно раньше, мы, как это ни парадикзально, делаем его неуспешным в учебном плане в более старшем возрасте. Полноценное развитие функций правого полушария, а это пространственные представления, зрительное восприятие, обоняние, осязание, вкус, ритмы и т.д. Является обязательным условием полноценного состревания функций левого полушария, таких как речь, логика, анализ, самоконтроль, внимание, программирование, произвольность и прочие. Например, для развития такой функции левого полушария, как математические способности, необходимо достаточное развитие таких функций правого полушария, как, например, вкус, зрительно-моторная координация, ритмичность. То есть без своевременного развития чувства ритма функции обоняния и осязания не будут полноценно развиваться математические способности школьника. А такая функция левого полушария, как фономатический слух, сначала должна сформироваться как тотальное звукоразвлечение или шумовое восприятие в правом полушарии. Несформированность правого полушарного этапа в развитии фономатического слуха может привести к задержкам и нарушениям развития речи. Неполноценность и несвоевременность развития функций правого полушария детей старшего дошкольного возраста может привести к дефициту развития зрительного восприятия, зрительной памяти, глазодвигательной системы, зрительно-пространственных функций, без которых невозможно успешное овладение и математическими навыками, и грамотностью в школе. У таких детей наблюдается несформированность произвольного внимания, конструктивной деятельности и рисунка, выявляются некоторые формы нарушения понимания речи и речевых инструкций, игнорирование левого поля зрения, расторможенность и гиперактивность, низкая работоспособность и замедленность усвоения знаний. Таким образом, можно сделать вывод, что при подготовке к школе необходимо делать акцент на психическое развитие, а не на преждевременное формирование учебных навыков. Мы же в данном курсе разберем отдельно каждый аспект формирования школьной зрелости, что даст нам возможность позаботиться о развитии не только интеллектуальных способностей ребенка, но прежде всего психических. И первое, что мы сделаем, это в следующем уроке разберемся с основными составляющими готовности ребенка к школе, чтобы детально понимать, над чем нам предстоит работать. А пока предлагаю вам пройти небольшой тест для определения понимания сущности нейропсихологического подхода в предшкольной подготовке.